Добро пожаловать на тренинг по основам сбалансированного питания от Herbalife. Вы, возможно, слышали, насколько важен для нашего организма белок. Что же такое белок и какую роль он играет в нашем организме? Белок – сложное органическое соединение, которое является основным строительным материалом в организме человека, поскольку именно из белков построены все клетки организма. Белки состоят из аминокислот. Они располагаются одна за другой, как бусинки в ожерелье. При этом образуется длинная цепочка, в которой аминокислоты находятся в строго определенном порядке. Их расположение обуславливает биологические и химические свойства белка. Выделяю две группы аминокислот. Незаменимые аминокислоты в организме не синтезируются и должны в обязательном порядке поступать с пищей. В зависимости от аминокислотного состава выделяют полноценные, содержащие все 8 незаменимых аминокислот, и неполноценные белки. Источником полноценных белков являются мясо, рыба, птица, яйца и молочные продукты. Неполноценные белки содержатся в основном в растительной пище – бобах, хлебе грубого помола, орехах. Белки выполняют множество жизненно важных функций в человеческом организме. В первую очередь, они являются важным компонентом всех тканей – кожи, волос, ногтей, костей, крови и хрящей. Организм также использует белки для выработки определенных ферментов и гормонов. Таким образом, белки в буквальном смысле являются строительным материалом нашего организма. Как известно, основным принципом успешного снижения и контроля веса является сокращение количества калорий, поступающих с пищей. Мы уже выяснили, что наш организм состоит из белка и нуждается в качественном пополнении этого строительного материала. При продолжительном дефиците белка в пище организм начинает использовать белок в мышц, печени, почек, кожи, крови, что ведет к ухудшению самочувствия. Помните, что снижение веса должно происходить за счет уменьшения жировой ткани, а не мышечной. Поэтому, снижая калорийность питания, следите за достаточным потреблением белка. Во-вторых, потребление белка важно для формирования и поддержания мышечной массы, что важно не только для спортсменов, но и для обычных людей. Как известно, мышцы в состоянии покоя сжигают больше калорий, чем жировая ткань. В-третьих, белки помогают контролировать чувство голода. Происходит это за счет того, что белок способствует более медленному подъему и падению уровня сахара в крови. Таким образом, мы ощущаем сытость гораздо дольше. В отличие от жиров и углеводов, белки не накапливаются в резерве и не образуются из других пищевых веществ, являясь незаменимой частью пищи. При недостатке белков возникают серьезнейшие нарушения во всех органах и системах организма. Необходимо обеспечить постоянное поступление белка в организм в нужном количестве. Средняя суточная потребность – 1,3 г на кг веса для женщин и до 1,5 г для мужчин. Например, для мужчины весом 100 кг норма в день около 150 г белка, а при занятиях физическими нагрузками – до 1,7 г на кг веса. При этом, за один прием пищи может усвоиться не более 30 г белка. Таким образом, необходимо включить белковые продукты в каждый прием пищи. При организации питания следует иметь в виду, что из белков животных продуктов усваивается 80% аминокислот, а из растительных – 60-80%. Но стоит помнить, что продукты животного происхождения содержат большое количество жира, что делает их не самым лучшим источником белка. Самый высокий процент усвояемости у изолятов – соевого и сывороточного белков – около 95%. Кроме того, белок сои содержит необходимые аминокислоты в соответствии с потребностями человеческого организма и отличается низким уровнем жиров, что немаловажно, в программе снижения веса. Итак, что же мы узнали сегодня о белке? Белки – сложные органические соединения, состоящие из аминокислот. Белок является основным строительным материалом для организма человека, поскольку именно из белков построены все клетки организма. Также пища с высоким содержанием белка помогает дольше сохранять чувство сытости, побеждая голод, и поддерживает мышечную массу, что важно при снижении веса. Белок является неотъемлемой составляющей нашего рациона, поэтому необходимо обеспечить постоянное поступление полноценного белка в организм с каждым приемом пищи. Полезные белки содержатся в мясе птицы, рыбе, молочных продуктах с пониженным содержанием жиров, бобах. Наибольшей усвояемостью обладают изоляты сывороточного и соевого белков. Таким образом, белок – важнейший компонент нашего рациона и надежный помощник в борьбе за хорошую фигуру. Субтитры создавал DimaTorzok Добавил субтитры создавал DimaTorzok